Голем. В еврейской мифологии искусственный человек, как правило, созданный из глины и оживленный с помощью тайных знаний. По легенде, относящейся к началу XVII века, Голема по имени Йозеф создал из глины праха знаменитый талмудист и каббалист, главный раввин Праги, Ейхуда Лива бен Бецалель, для защиты еврейского народа. А также для исполнения разных черных работ, трудных поручений, имеющих значение для еврейской общины, но главным образом для предотпрощения кровавого налета путем своевременного вмешательства и разоблачения. Праведный раввин оживил из тукана. По одной из версий, он очертал на лбу Голема слово «эмет», в переводе с еврейта «истина». Оживленный Голем, становясь невидимым, патрулировал улицы Праги и даже мог поднимать мертвых на защиту евреев. В конце концов, Голем таки вышел из-под контроля и начал убивать мирных жителей. Поэтому бен Бецалель был вынужден прикончить его, стерев первую букву слова «эмет», давшее Голему жизнь. Раввин оставил на лбу своего детища «мет», что на иврите значит «смерть». Лишенный жизни Голем рассыпался в прах, который, со слух пражских экскурсоводов, до сих пор хранится на чердаке страновой синагоги. Есть легенда о том, что Голем будто бы возрождается к новой жизни каждые 33 года и все-таки незримо бродит по улицам Праги, верно выполняя возложенные на него обязанности.